Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я начну свое видео с фразы, после которой, как правило, под моими видео появляются комментарии гневные, бросания фекалиями в мою сторону и рассказами по поводу того, что я рачина, что-то гоню и рассказываю всякую ерунду, но, короче говоря, чушь несу всякую. Так вот, ребят, хочу сказать следующее. Я вам сейчас покажу самую, что ни на есть натуральную имбу. Знакомьтесь, это Су-76И. Это имба третьего уровня. И давайте перед тем, как вы начнете бросаться в меня фекалиями, все желающие, я поясню свою позицию. Давайте так. Как определиться, имба или не имба? Имба что должна быть? Только на восьмом уровне или имба должна быть только на десятом уровне? И вообще, что делает танк конкретно в игре имбой? Давайте перейдем немножечко от танков к жизни. Вот вы в своем окружении имба в чем-нибудь. Если вы что-то умеете делать лучше, чем другие, то в этом отношении вы имба по жизни в кругу своем. Вот давайте представим себе, что вы просто умеете играть в шахматы. И если вы садитесь играть в шахматы с кем-нибудь своего возраста, а он в шахматы играть не умеет, то по сравнению с ним вы нагибатор. Понятное дело, что если вы сядете играть в шахматы с чемпионом мира, то вы не то что не нагибатор, а вас ноги просто вытрут в течение максимум трех минут. Ну и будет мат приблизительно где-то, может даже в один ход. Короче говоря, ребят, почему данную машинку я лично считаю имбой на своем уровне? Я вам сейчас поясню. Заходим в характеристики данной машины и смотрим на ее орудие. И обращаем внимание на следующее. 180 единиц среднего урона на третьем уровне. Время перезарядки немножко великовато, 12,5 секунд. Но ребят, еще раз повторю, 180 единиц урона. Пробитие на третьем уровне 86 единиц. Для понимания, у данной машинки лобовая броня составляет 63 единицы. Это лоб, да, это ПТ-шка. Есть машинки более бронированные, но на третьем уровне их не так уж и много. Если я правильно помню, то на третьем уровне тяжелых танков нет. Итак, возвращаемся к орудию. 86 единиц пробития. И ДПМ составляет в минуту 865. Ребят, для понимания возвращаемся в характеристики данной машины. 466. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что на этой машине в течение 30 секунд вы выносите своего одноклассника. Если вам повезет, а это редко встречается, и вы попадете еще и против двоек, то понятное дело, что там хпшки у товарищей куда поменьше. Есть угол склонения минус 5, но отыгрывать я бы не сказал, что получится хорошо где-то на неровностях. Да и тем более, ребят, это песок, там еще никто не играет на неровностях. Там просто все носятся вакханально и просто отстреливают во всех, кого не лень. Что касается разброса и времени сведения, мы заценим эти все показатели непосредственно в бою, потому что по цифрам понятное дело, что не очень вроде бы все должно быть приятно, но возможно в самом бою все будет окей. И давайте посмотрим на подкалиберное. 102 единицы. Зачем такое пробитие? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну может быть против четверок бороться. Но опять-таки, ребят, давайте посмотрим в наших ветках развития. Кто у нас есть из четверок такой, чтобы прям нельзя было его победить нормально тем пробитием, что есть. Ну вот, пожалуйста, М8А1, М7. Я думаю, что угрозы особо не составят своей броней. Дальше по немцам. Согласен, может быть Хедзер. И то, ребят, в принципе, его тоже где-то можно пробить. ПЗ-4Д тоже пробьется. Что идет по советам? По советам, в принципе, ничего интересного. Здесь, к сожалению, стоит Олекта, а не АТ-2. К сожалению, именно для британцев, а не для вас. Да, есть Матильда. Вот этот товарищ действительно бронированный. И идем дальше. Смотрим на Чихе. А, кстати, возвращаемся по Матильде ради интереса. Давайте посмотрим на лобовую броню. Корпус 75-86 у Сушки. И 95 башня здесь как бы особо не поспоришь. Но по корпусу работать, я думаю, можно. Что у нас у товарищей из Китая завезенных? Вообще ни о чем. У французов я бы сказал, что есть вот Д-2. Я ошибся. Да, действительно, тяжелый танк на третьем уровне есть. Но я не думаю, что он составит для вас какую-то, ну, прям существенную преграду. Потому что брони здесь, ну, приблизительно в два раза меньше, чем уровень бронепробития у Сушки. И что касается сборной Европы. По сборной Европе здесь тоже стоит Лаго, который, ну, особой броней не обладает. По-моему, товарищей из Японии я не пропустил. Или даже если пропустил, заценим еще раз. Есть Чихе, который тоже как бы по броне ни о чем. Итак, ребят. Вот такая вот Сушечка. И мне кажется, что это и есть как раз имба на своем уровне. Не надо говорить о том, что имба, она обязательно где-то должна быть вот там вот высоко. На верхних уровнях. Восьмой, девятый, десятый уровень. С мега супер пробитием, там, я не знаю, с мега супер альфой. Давайте будем говорить откровенно. Если вы обладаете на десятом уровне таким орудием, которое за 30 секунд может выдать вам ДПМ. Давайте так, на десятом уровне возьмем в среднем у нас ХП у танков в районе, давайте скажем так, 2000. Вот если у вас орудие такое, которое может в принципе за 30 секунд, за 30 секунд, ребят, вынести вам противника. То есть за 30 секунд выдать 2000 ДПМ. Но согласитесь, это будет имба. А по данной машинке на своем уровне вполне таки себе даже имбовое орудие. Я не знаю, честно говоря, насколько хорошо я сейчас сыграю эту катку. По одной простой причине, потому что неровностей Сушка не сильно это как бы терпит. У нее угол склонения вниз не очень хороший. Но и сама она тоже не обладает какой-то там супер пупыр непробиваемой броней. Поэтому придется немножечко постараться. Вот сейчас на вот такой вот неровности я уже, да, не могу выцеливать 14 ДП. Поеду просто в тупую в лоб. Ну и попробую в товарищей понабрасывать немножко. Зря я, конечно, наверное, закинул несколько неприятных слов по поводу брони Сушки. Иногда она действительно отыгрывает, как это сейчас было показано. Это больше рандомно, чем закономерность. Поэтому, ребят, не стоит как бы прям совсем верить в то, что эта машина будет отыгрывать какой-то веселой броней. Но вот так вот вполне спокойненько кататься по карте с ее, кстати, довольно-таки неплохой подвижностью, что является еще одним дополнительным плюсом данной машины, вы вполне себе таки даже можете. Вот есть товарищ на 300, и он уже становится на 131. Согласитесь, когда вы выезжаете против тройки, закидываете в нее, грубо говоря, одну треть ее веса по ХП, или если вы выезжаете против кого-нибудь, закидываете шот, ему кто-то еще добавляет, и у него остается меньше половины, у товарища сразу падает настроение, и у него сразу пропадает желание куда-нибудь выпячиваться на передок, вылазить в кого-нибудь, отстреливать и так далее. Так, смотрим. Что касается точности орудия. Ну вот точность орудия, согласитесь, тоже довольно неплохая. Это то, что я вам сейчас говорил. Я забросил на неполные 200, кто-то еще добавил, и у товарища осталась, грубо говоря, половина его ХПшки. И ему уже не весело. При этом всем я пока еще, слава богу, фуловый, а значит, чего-нибудь еще смогу попытаться для боя сделать. Закину в этого товарища, и практически на половину снимаю с него ХП. Дальше сейчас подкачусь, кого-нибудь из этих двоих однозначно заберу. По одной простой причине, потому что моего выстрела будет больше, чем достаточно для того, чтобы отправить товарища в ангар. Итого на моем счету уже два фрага. Я понимаю, что можно сказать, что заслуга не совсем моя, потому что в них шот или я одного недобитка добрал. Но, ребят, согласитесь, когда вы минусуете ствол, это уже очень много для победы. Итого, два фрага, и сейчас посмотрим по количеству нанесенного урона. Причем, ребят, на данной машине, сколько бы я ни играл, я не чувствую себя ущербным в бою. Я реально что-то могу сделать для победы. Я реально могу вынести минимум одного товарища из боя, а иногда даже четверых. Итак, тысяча единиц урона, два фрага, знак классности первой степени. Ради интереса, вот просто ради банального интереса, на третьем уровне, ребят, без учета према, 16 тысяч серебром. И 24 тысячи с копейками серебра, это если бы был активирован прем. И это, ребят, третий уровень, это не пятый. И что касается нашей результативности по команде, пожалуйста. У нас результативность второе место с очень небольшим отрывом того, кто занял первое место. И поверьте мне, если бы просто я заехал туда, где противников было бы чутка побольше, а не мотался бы по всей карте, то я бы накосил урона гораздо больше. Тоже лишь потому, что сама пушка нам это позволяет. Вот как-то приблизительно так играется, по моему скромному мнению, имба третьего уровня. Если вы со мной не согласны, пожалуйста, пишите в комментариях, но еще раз давайте обозначим. Имба на своем уровне, не имба в игре. А именно танчик, который может нагибать и нагибать жестко в пределах своего уровня, а иногда и довольно-таки неплохо делать больно товарищам, которые уровнем повыше. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор на Су-76И. И почему я считаю это имбовым танком в данной игре. Ну а если вы за то, чтобы смотреть честные обзоры без всякой шелухи и пыли в глаза, подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен и буду радовать вас новыми видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.